Козероги, приветствую вас! Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. Первая карта для вас, карта Императора. Карта Императора показывает, что на начало месяца ноября нужно, знаете, больше ваша уверенность, больше ваш контроль, больше ваша, даже знаете, строгость. Но здесь, знаете, то, что здесь строгость может быть, но здесь умеренно. Вот именно начало месяца, мои дорогие Козероги, для вас. Следующая карта мы посмотрим. Это четверка кубков. А четверка кубков что говорит? Высшие силы вас поддерживают. Вот только, знаете, контролируйте то, даже то состояние, те мысли, те идеи, те действия, которые вы хотите на начало месяца делать. Здесь нужно как бы контроль. Почему? Потому что высшие силы вам поддерживают, высшие силы вам дают помощь. Но вы должны сами брать это. Вы как будто не хотите вот это брать. Вот какую-то ответственность даже здесь. Следующая карта, мои дорогие, для вас на начало месяца Козероги, это карта Суда. Карта Суда, знаете, здесь может быть то, что у вас идет новое, знаете, возрождение. Даже после того, что вы горели изнутри, то, что даже вот какие-то перемены в вашей жизни происходили, но они должны были происходить, это свыше, потому что высшие силы нужно было, знаете, даже каждый человек, знаете, ошибается в жизни. И здесь нужно было как будто искупление какой-то вины. Знаете, потому что здесь как будто показывает, что именно вот может быть начало месяца, вы как будто ситуацию какую-то не будете контролировать даже. Здесь можно сказать, вы как будто не захотите это, вы не будете брать вот это ответственность в ваших руках. Но высшие силы говорят, даже то, что если вы горели изнутри, вот все-таки нужно было это пройти, это у вас, вот именно начало месяца ноября. Следующая карта для вас, мои дорогие козероки, на середине месяца, это карта Девятка Кубка. Знаете, ваше благородство, знаете, ваше изобилие, знаете, ваше внутреннее спокойствие, она есть. Как вы решили, так нужно будет сделать. Знаете, вы как будто не соглашаетесь с другой мнением или с другой решением, то, что вы как будто то, что вы думаете, я правильно это сделаю, я это правильно решил, и мне это нужно так сделать. Но здесь нужно, вот говорится, не нужно быть эгоистом, нужно как-то все-таки вот чуть-чуть отпускать вот что-то из вашей жизни. Почему? Потому что, чтобы вы что-то не потеряли. Следующая карта, мои дорогие, на середине месяца козероги, Десятка Пентакли. А Десятка Пентакли говорит, чтобы не потеряли именно вашу стабильность, именно не потерять ту работу, которая на данный момент есть в вашей жизни, или те отношения стабильные, которые, или даже то, что вот именно семья, вот то, что вы должны какие-то уже, знаете, предпринимать какие-то действия и осознать даже то, что вы горели изнутри, даже то, что, знаете, в жизни бывает такое, что нужно как-то это, ну, нам пройти, вы не должны останавливаться, потому что высшие силы вас поддерживают на начало месяца, но вы должны понимать, что тоже ваша стабильность от вас зависит. Следующая карта для вас, мои дорогие козероги, на середине месяца, это Королева Мечей. Королева Мечей говорит, относитесь к хладнокрови. Если вы понимаете, что что-то сделали, и что-то сделали неправильно, вам решать, потому что вы хозяин вашей жизни, вы решайте быть на том месте, или в тех отношениях, или не быть там. Стоит вам это сделать или не стоит, это только от вас, но здесь нужно вот именно включать, именно вот, знаете, внутреннее состояние, вот к хладнокровнее относиться. Не эмоционально, а вот именно то, что вы должны больше осознавать, вот то, что вам правильно сделать. Вот почему? Потому что здесь можете, вот даже если вы что-то сделаете, вот какой-то шаг в начале месяца, сначала обдумайте, потому что здесь, ну, как, всё-таки придётся вот отвечать за это. Всё-таки в нашей жизни мы всегда отвечаем за наши действия. Следующая карта, здесь можете отвечать именно по отношению, вот. Следующая карта на конец месяца. Это семёрка пентаклей. Взращивание новых идей. Вот в конец месяца относитесь вот к хладнокровне и начинайте взращивать новые идеи. Знаете, даже если вы начнёте сделать какие-то новые шаги, какие-то новые действия, знайте, что вас это приведёт к успеху. Если здесь может касаться ещё тема детей, то, что вам нужно вкладываться именно какие-то финансы, именно то, что детям, вот, то, что вот именно, знаете, как бы, чтобы они больше развивались. Вот как будто здесь ещё можно сказать по этой карте, то, что вам всё-таки придётся это, потому что это к успеху вас приведёт. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца. Это семёрка мечей. Но смотрите аккуратно, потому что у вас могут быть те люди, которые могут по-хитрому, может вас обмануть. Но здесь это, может быть, не те люди, которые из вашей семьи, но здесь это люди, которые вы допускали близко к себе, или вы рассказывали что-то вот именно о себе, вот то, что именно касается вот вашей стабильницы. Мы возьмём карта совета и посмотрим, что вам высшие силы подсказывает, мои дорогие козероги. Императрица, получение своих плодов. То, что вы посеете за весь месяц, то и получите. Вот именно в конец месяца. Вот чтобы вы не отвечали за какой-то грех из вашей жизни, сначала думайте. Вот то, что посеете, то и пожмёте. Вот совет для вас именно высшие силы. Конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале.